Эта тема вируса не существовала, но каждый из нас помнит, что необходимые знания по этому поводу все каким-то образом получаются. Откуда? Это уже обсуждание. И насколько эти знания соответствовали реальности. Склонность этих людей поиска ощущений. Это особое психологическое, у которого существует некоторый дефицит, постоянно необходимый для их комфортного существования, постоянно нарастающий, увеличивающийся поток внешнего ощущения. Это люди не очень ориентированы на ощущения внутренние, но скорее на ощущения внутренние. Они должны все время себя делать. Есть формы социализованные для того, чтобы люди с каким качеством могли себя передавать. И также, с качеством высокого поиска Гаевского, есть специальные профессии пожарных, военных, полицейских, как-то реальность. И вот тот инструмент, который сейчас готовится, который заканчивается, его подготовка, потому что школьное следование на школьную уже предыдует. И сейчас мы ожидаем набора, набора некоторых выбора детей, наркоманов, реальных наркоманов. Для того, чтобы тот же тест, нужно было обратиться в экране и показать, что был полезен, что он не следил. И на какой-то результат это значит. Вы сами понимаете, что набрать быстро такое количество детей с установкой гаевского, тем более, тем более, как все это умеет сделать, потому что не надо его провести в данном возрасте, только после согласованности с анародицей. Это нужно сходить. Но, в смысле, это можно сходить, сходить. Это нужно сходить. И тогда интернет данного обращения в виде специальных инструментов, которые, в основном, предполагаемые, в основном, шкал, показывающих вероятность того, что это качество, плюс некоторая форма асоциального предъявления, это не еще не факт, потому что асоциальный предъявление всегда, для того, чтобы не быть компетизацией. Эти дети находятся физическими средствами, которые, если он в эту область, если бы войти, и они будут туда автоматически подключены. Да, мы записали разработанную шкалу, которая должна отслеживать, как называется, желание несколько лет или лучше. Но есть специальные. Там такие ответы или такие вопросы, которые провоцируют любого человека на утверждение, которые кажутся ему очень приятными и очень правильными, но которые, на самом деле, никто в реальной жизни не выполняет. И это вот такие ладошки, которые нам нужны. Вот те результаты, они еще не окончаются. Естественно, мы должны представить, как мы закончили нам еще со всеми уже выплатами, которые примерно хотели рассказать, а если есть вопросы, то мы продолжаем. Спасибо большое. Как мы построим? Если есть вопросы, то вы ставите, пожалуйста, которые предполагают. Вопросы, чтобы принять шансы. Да, пожалуйста. Продолжение на вопрос. Рассматривайте, как фактор, нарушение дисциплины. Значит, нарушение дисциплины углубит фактор асоциальной линии. Эти линии также точно нарушают дисциплину. И он оценивается именно на каком городе вопросом. Часто ли вы не сталкивать с тем, что вас наказывают в четыре года. Ну вот это интересно. Потому что на моряку такие вещи нельзя. Это скорее наложено. Мы для него ответы нет, конечно, нет. Все так жирают, там без времени. Но сталкивались, скажем, в вашей жизни с какими-то такими ситуациями, на каком городе, а так же, люди не сам верят, люди не верят. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А почему не платку с другой стороны. Метод предупреждение. Метод предупреждения. Он предупреждает, о том, что нарос в биопатре и наряду, и наряду и наряду, агрессию. Плажные следы. Существует. Существует не ошибку. И я, конечно, по личному согласен. К сожалению, это, на мой взгляд, по словам недоразумение. На это было несчастливее, на невнимание так, возрастные люди воспринимают, как управляющие вложения. Она должна заключать в специальный бюджет, а также не кстати ее носители, должны быть блюды, которые знаходы для этой инфраструкции. Если я и буду рассказывать о том, что это вредно, опасно, ну не скажу, что мы старый, отживший все человек, а он же не понимает этот молодой бюджет. В мире это делается так, актеры, певцы, модные именно в этой среде, их подключают к пропаганде. Они выступают, даже знаете, не с описанием, как это вредно, но и с тем, что это не модно, что это не круто. Еще я вам хочу рассказать, когда мы анализировали это данное, то во многих странах, например, таких как Минс, как Миссоэла, где тоже вот эта проблема крайне главная, Их, значит, Минс собирался ответственно с Минобразованием. Они субсидируют постановку телевизионных сериалов, направленных на это, где показывается художественный форт, вот эти вот опасности, эти сложности и те способы, которые на самом деле надо решать. Потому что запомнили так, а Минитрон, например, что вы можете видеть, уже какой-то из обыдна собственного, значит, моя знакомая бамилия, она тоже, и она обнаружила, что его ребенок, что Господин Погрешил, говорит, что для них это не может быть. Поскольку она обрабатывает, она дала его в качестве балантера, и по этому несу, где она находится, по этому месту, который нравится. То есть это, по сути, дело просто. И вот, поработав там балантером, мужчина не очень долго, а ну-ка, он как-то не сможет. И мы его для него на самом деле. Вот это, понимаете, мы не можем так обеспечить всех, хотя, на самом деле, у нас же есть, есть такая ситуация. Просто мы предлагаем на ваших путешествиях обязанность, да, в юридичных результатах, для властных руководителей. Именно властных руководителей. А кому доверять, что это властные руководители? Если бы проводилось, вот именно во всей школе с личной руководителей властных руководителей, то, как правило, мы не решились успокоить. И у нас есть эта минутка, вот я вам скажу. Хотела бы потом век от себя скучить. Если вы хотите услышать свое мнение, то, конечно, нужно маслом проводить. И нужно, например, это звено, которое порвало. Но если вот не будет вот этой страны участия, понимаете? То есть специальных проектов, например, ориентированных на вот эту игру в виде художества, это то, чему они как легко, конечно, распадывают. Потому что только говорить, только убеждать, что, понимаете, значит, давайте честно, что история, уговорение классное, вон и так много сегодня. Разных рассказов, как нравится вы, ну, нужно учиться, потому что можно надеяться, что они еще учатся, как говорили, после этого, и какие-то отличные усилия. Это немножко такая вот такая, не трючка. Это называется по технологии иллюзия просветительская. То есть если вы сообщили, что это плохо, то все себя будут вести хорошо. Я вам, значит, могу сказать, что тогда семейники должны были внести здоровое образование, а у всех учителей будет хорошее развитие на них. А в секунду, они не должны, например, разводиться вообще, идеально все. Но это же не так. С какими? Не можно жить? Есть еще вопросы? Не цените. Коллеги, вы ожидали, что вопрос будет много, но, собственно, все равно я не знаю, я не знаю, конечно, право, так что я не опалочен. Давайте. Когда мы слово предоставляем микрофлановую версию, заделочим такими, что я согласен, а у людей, а у людей, и у людей, и у людей, и у людей. Спасибо. 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 И здесь. Конечно. предстоит очень большая ситуация работа, которая будет в самой ближайшем плане, в чем нам. В чем это выясняется, что выводы в те, кто у нас уже уже разработана и будет частично. Даже я планирую некоторые группы этой программы, а вы включая самогазоноспособности с определением гамм porump alter. Рисного увлечения. Второе. Это в еще понятии аниме на проведение, агипции, специальное на предупредление. Диагностический комплекс социально-симфонического тестирования, процедура, правила обработки, интерпретации и представления о стратегии и практике по работе с полученными результатами за апелляцией к этим программам, профилактике, которые в своих действиях существуют и разработаны. Ну вот, наверное, все, и вот эти вопросы, которые говорят. Ну, Александр, а все-таки те результаты, которые мы сейчас прямо обращаем с комментариями, что мы видим? Значит, основные результаты заключаются в том, что данный инструмент предпочитает увидеть те блоки, которые свидетельствуют именительно красными блоками и разными школами. То есть здесь есть, соответственно, контрольная сна, которая выявляется под классы, то есть класс выступает в администрации в медицинской обследовании. И есть возможность выявить эту должность, эту полуцию, которая конкретируется в данной конкретной именции. И вот если мы напоминаем, что вот применитель в классу, в данной школе, есть чрезмерная выраженность наказателей, связанных со стремлением к искологическому поведению, это означает для нас, что в данном классе есть подростки, которые необходимы. Мы здесь готовы в этот момент к созданию неурожных форм деятельности, которые готовы реализовать себя, попробовать себя обманывать и так далее. Значит, для школы, для администрации школы, Павловская школа — это сигнал о том, чтобы мы смотрели, а какие они, например, учебные или школьные благосонятия, насколько они интересны для подростка. Здесь уже можно произойти тоже голову для, после обсуждения, виду того, что подросток сыграет, поскольку они доступны для подростков, то есть можно ли в проживании туда зависаться. Это и проблема, которая связана с тем, что весь школьный психологическая служба проведения специальных тренингов, которые связаны с поддержкой помощи подростков. Правда, они могут изменить износить, даже не терапевтические работы, то есть, по-другому, и так далее. На то, что у нас был забыказанницы, они показывают, по-другому, себя как инвестиции и не попробовали. И не просто попробовали, а не проводить себя как взрослого, самим достойным человеком. Многие тут, собственно говоря, попробуют. То есть, поскольку мы не работаем индивидуально, это специальный опрос на книге, то в этом случае мы получаем как бы активное положение в определенном классе. И работать мы должны в этом случае именно с организацией школьной и школьной жизни, есть на нем уже с ним не получше детства родительских отношений, это очень сложный вопрос, значит, речь идет о необходимости строить работу с родителями. Ну, классное проводение не возвращает главную основу, которую будет в нашей школе, но все-таки, даже в старшей школе, уже есть учащие предприятия, которые не получают. У него, в целом, есть картин, по данным его родителям, например, плавает, а как-то не будет на родителя, требует особого внимания и привлечения. Ну, говоря о дальнейшем продвижении, то есть у нас есть возможность, они очень разные, есть какая-то общая статистика в России в целом, так можно сказать, для того, чтобы не видеть эти точечные поливы, точки в разных периодах. Это очень интересное дело, я думаю. Представим, здесь существует развитие, с церковными делами, соц. культурами, хронической технологией, уже здесь, оттуда или иного. И это уже некое основание для руководителя системного образования, в котором вам нужно активизировать деятельность для образовательных систем. Я хочу сказать, что у наших коллег, например, с 12-х стран, так, и не принесли, в принципе, объединенные оценки смешности реализации программ образования, а программа образования, так же, как и в нашем новом стандарте, реализация для образования на уровне ключевых компетенций. То есть, на усвоение системы понятия технологии на уровне ключевых компетенций. Вот, насколько я знаю, так, которое проводится следование всех школ, по стране, и потом, оно проводится одновременно, и потом, нижней, только информацию о школе и о классе, и уже выделяем школу, по школе. в этом классе, такие классы, такие классы, они знают, что здесь уже как бы зажгали, это будет, из-за двух словных из-за средней нормы. То это показания для того, чтобы пересмотреть все особенности систематизма в гиперском классе, посмотреть социалистическую картину этого класса, то есть, он может делать в таком, который это слово не произносит, но прекрасно знает, что надо делать. то есть, например, если бидеры ассоциальны, и они возрождают эти важные представления о классе, значит, надо создать новый, новую группу, новый коллектив, который будет реализовываться по социальной цели, и для коллектива воспитания социального бидера, который, конечно, может быть и в нашей педагогике, и в нашей психологии уже такие методы известны, как вам назвать социальный механизм. У нас нет документария такого профилактического. Основной вопрос – кто делает это? То есть, как это и есть интеграмма, и есть модарные системы, поддерживают. Иногда профессионализм удерживается наше социально-технологическое адресирование – это крайне важно. Но дальше начинается сделать. Просто вот получим на себя и положим находку. Это же основание для дальнейших программ действий. Хорошее основание действительно проводит адресным председанным 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 председанным. Спасибо. Большое. Александр, какие вопросы? Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. Я хочу уточнить, что у нас есть традиции сетей. сетей. Спасибо, Александр. Александр. снова погрузились в нашу встречу, в прошлое, странский и так далее. Вы в унисон идёте к тому, что в министерстве образования в 2000 году концепцию практики наркомании разработали, но мы это повторили сейчас. 11-й год. То есть через правильную дорогу идёшь из этой серии. И это всё очень хорошо, но, как бы так скажем, мягко говоря, несколько, абсолютно правильно, но несколько знаком. Я просто, ну так скажем, не понаслышке с вопросом со стилем знаком, я с автором закона со стилем, который нам в своё время с ПЕЗО мы разработали, потом правила разработали, потом я, я не представлялся, я работаю в высоковое рулирование сейчас в социальном образовании, а сотрудника МКТУ в Небабуна совместительства, поэтому я не как МКТУ я не работаю с МКТУ, а как с этим МКТУ. Вот у нас практические судьи у нас Владимир Львович и Денис Волисович. Но учитывая, что относиться недавно я всё-таки оттуда ушёл, очень сложно и когда мы законы он очень тяжело ушёл, он ушёл в 8 лет, и вот он прошёл, вы знаете, что он помимо нижней палаты вверху, палате 4, он прошёл 4 комитета, обычно 1 или 2 максимум, да, и по законотворческий комитет, и по образованию, и по здравоохранению, почему-то и очень сложно приходить, и его даже активно могли остановить, так как были мнения, что из того, конца мы начали, да, начали с закона, а на самом деле надо пойти от методики, чего мы хотим добиться. Это самое лёгкое, очень сложно закон сделать, но это самое лёгкое, сложнее было сделать порядок, но это тоже лёгкое, самое сложное, это как раз вот, на земле, то, что мы и сейчас очень рассчитываем, мы в МРЦ, Министерство образования активно рассчитывать, что вы нам дадите некую конкретику, потому что вы ведущий в России вуз, да, в рейтинге, в первой, куда уж, а соответственно, мы, в тераписхологии, значит, первая я в России. Я не услышал, а я, в общем-то, потому что, долгие годы бюрократы и не остаюсь, ну, сухая, конкретики не услышал, то есть, всё замечательно, академически, хорошие, приятные доклады, замечательные, хорошие доклады. Что вы нового сказали, да, ну, то есть, Леонгард, это придумал, там, в 19 веке, несколько чуть позже, есть там, разные типы акцентуации, что-то подходит, вы сделали другие модификации, наши российские, это, да, здорово, хорошо. Конкретно, да, и не забудьте, что нам, мы идём в одной связке с Минздравом. Естественно, это позволяет вам выявить, там, кому больше работы, кому меньше, и дальше психологи должны с этими людьми активно работать, это абсолютно правильно, это вы делаете, но это так делается, просто не достаточно психологов, достаточно квалификации, возможно, это вопрос другой, надо масштабно работать. Но это, в общем-то, есть и делается. Что нового, и какая стычка с Минздравом, конкретная причём, им надо работать, надо брать конкретные, какие-то людей. Игорь Михайлович, давайте вас пригласим к тому, что это новый вопрос, кратко, как раз перед вашим выступлением, вы извините, что я вас поправляю, как раз сделал, как бы, ремарк, что вы знаете, что давайте с этим не зрением, что у нас есть границы, вопросы есть вопросы. Так вот, конкретика, спасибо. Я думаю, Александр не знала. Да, спасибо. Что касается конкретика. Первое, да, в инструментарии не заложено на выделение некоторых типов личностей, как в эпидемии. Вот, первая конкретика, основные блоки, я назвала сам, в инструментарии представляет опросы в порядке более статистических вопросов, в глиниках, в вашем выпуске в речи, для младшего школьника после картерии. Значит, выделите ввод и параметры и шкалы, о которых мы говорили. Сейчас проводится статистическая промаха, которая даст возможность недалеко, и неудобно. Для того, чтобы сделать вывода статистические характеристики в инструментарии, и а некоторые представления, а некоторые неудобные средние тенденции, нам необходимо сравнение с другой подросток, являющихся и наоборот поближённых аром. И это, по сути, тоже будет сделать по работе с одной частью сервисом с приземлением и и наше взаимопонимание и достигнута. Я ещё раз спрочу, а что на ряда 3? Вот и Александра Ильича началась, и я только покаялась. Первичная прохлаптика это всё-таки не те подростки, которые уже вам личны, а лабораторные анализы, тоже делают медики, дали нам представления о с оборудовании и подростковать и оборудовании в предыдущих судебных работах можно оборудовать на оборудование. Ну, мы не будем, а в дальнейшей, в дальнейшей, в дальнейшей, в дальнейшей прихватке. А нет, а нет, если можно... Нет, да, правильно, потому что на улице, я о том, что мы не знаем. Это очень, как бы, понятно, что мы не знаем, что мы делаем тестирование. А что касается, знаете, конкретики в части разработчиков, то конкретики тоже, вот здесь можно мне представить эту работу, да, что Московский государственный университет у него был главный, да, разработчик. Но были, значит, привлечены ведущие институты, ведущие университеты, в том числе медицинские, и Первый медицинский университет, и, значит, Сербского, и стоматологический, медико-стоматологический университет и так далее. То есть материалы как-то есть, зря бы это не сказали, но то есть учения были со всей России привлечены. Первый, значит, первый этап работы заключался в анализе международной практики. То есть конкретика, поэтому здесь очень просто. Кто сделал крупнейший анализ международной практики, и как ученые нам докладывали, то, наверное, не один дом можно, то есть уже опубликовать, а по анализу, да, вы не знаете, правильно я знаю. И, значит, привлечены были ведущие и ведущие ученые. Что касается самого инструмента, то научная анализна совершенно понятна. Значит, вот эта блоковость и блоки, которые состоят из совершенно разных целей и задач. И мы можем, так сказать, провести серьезное психологическое обследование для целей профилактики вообще по социальному уровню. Это очень важно. Ну, понятно. А остальная практика, если вы хотите, если мы будем говорить сейчас о процентах по России, да, то мы пока не можем ее сказать. Мы должны прогрести, прожить, знаете, инвестирование какое-то время, да, и посмотреть, как регионы работают, как они на это реагируют. Любой сегодня научный инструмент, он требует информации не только там на тысячу человеков, да, и в двух-трех-пяти регионах, а он требует проработки всей России. Потому что Россия огромная, она разная, и вот здесь хочу, раз уж так уж пошло выступать, сказать, что мы, к сожалению, у нас видно не то, что мы не смотрим на страну, а на мой взгляд, я не буду, как его предыдущему докладчику, можно сказать, а иногда иногда в том, как раз, что мы очень смотрим, потому что смотрим на то, что делают другие, и это стараемся сделать у себя. Потому что те фотографии, которые на табачных истериях размещаются, и вот это все, вообще-то это рекомендация, семейная организация этого хранения, насколько я знаю. И впервые эти картики появились за рубежом из ТИНа. Поэтому вот так вот я бы не стал говорить о том, что мы так ведем своим путем. Здесь как раз мы не пошли своим путем, а мы здесь все рассмотрим, как возникли и размещаем эти картики. Вот просто одно слово пожелание, но еще можно сказать, субстычка здравоохранения. Потому что помню вот эти дискуссии, когда многие рабочие группы, чтобы как-то вот было. Андрей Александрович, даже на группу работают специалисты, не педагоги. Не педагоги, а медики работают. Потому что они тогда заклевают. Все, спасибо. Я просто вот обострить, потому что тема очень удобная. Хотелось бы, чтобы они были еще от вас попросить. Тем более, что мы надеялись. Вопрос в том, что мы в Москве, это не главное. Скажите, у вас есть собственная помощь по неделе производительской работы? Вы имеете в виду вот это? Да. 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 О, теперь. Второй вопрос. Просто оценивать. Программы? Значит, к сожалению, программы не всегда имеются эффективными. Одна из причин, недостаточно эффективности, как я бы сказал, связана с тем, что программы не имеются комплексными. То есть, вот эта программа требует все-таки медовственной координации и усилий здравоохранения. И вот эта программа организации. А в причин, я не хотела сказать, по-моему, в развитии и школы. Я представляю совершенно парень. У меня замечательная послушка. В такой-то школе. Ну, Александр, ну, по крайней мере, нет какого-то кризиса, у вас результаты. Неважно, по какой школе, но такой кризис, который очень база задача. Нет, это, ну, по кризису, но такой кризис. Так что вы... Пожалуйста. Меня зовут Евгения Пустина. Я извиняюсь, что не прописалась. Я, наверное, проявляю власть на физическом университете. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к программовому анализу, как, чем, так сказать, возможно ли он, или вы все-таки считаете, что это делать с семьей? Это вы мои личные сейчас удивили. Да. Пожалуйста. 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 Я привык еще и с этим. Продолжение следует... 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 Мы прижимаем в этом отношении и не знаем, есть ли смысл проводить врача. А то, что это проводится, то фидеризация. Мы боимся за судьбу наших детей. Вдруг выявлен. Меня это так напрягает, мои дорогие. Почему не боимся за жизнь наших детей? На то, что мы не даем право умирать, простить. Я других слов даже не покажу. Что значит мы боимся? Что мы боимся, что мы другого не попросим? Мы боимся этого? А нужно нам наркоман в Бауманском институте. И сколько он проживет, этот ребенок? Не надо делать секретов из того, что напрягает нас всех, пугает и волнует. Вы знаете, есть там понятия медицинской тайны и так далее. Когда он наркоман, действительно, зависимый взрослый человек. И есть понятия медицинской тайны, мы не имеем права раздражать. Но те дети, с которыми мы с вами имеем дело, не являются в камне. Это первая проба. Проба, не относящаяся еще к заболеванию. Все спорят. Отканавливает заболевание или отканавливающиеся поведение. Это начинается именно с отклонения. А потом уже заболевание. И чтобы не допустить этого, нечего делать из этого тайны. Вот об этом надо задуматься. И не может быть, когда-нибудь мы этого поймем. Мы это поймем. Теперь к социально-психологическим тестированиям. Спасибо, что мне на муку выпустили порядок приведения социально-психологического тестирования. Но методики опросников по сей день нет. И вот то, что я сегодня слышала, извините, я обладаю, потому что у меня еще даже 21 сентября, а оказывается 10. Конечно, это очень большая проблема. Вот мы у себя в Московской области разработали такие опросники на основании работ профессора Бережогина. Вот я опять слышу 130 вопросов, 150 вопросов, 170 вопросов. Наши дети не вникают в 170 вопросов. Бесполезно. Они будут ставить галочки квадратно-гнездновым способом. Лишь бы они отстали и ушли. Там, где есть полонжи, тоже определенные болезни и проблемы. И так далее. Что мы взяли у Бережогина? Мы взяли те основы, которые нам были необходимы. Мы все знаем, что зависимость био-психо-социо-духовная. По духовности речь не идет в стриминговых анкетах. Поэтому мы взяли три направления. Бережо-психо-социо-духовная. Мы взяли анкетку, всего 19 вопросов сделали. Примерно по 5-6-7 вопросов. И мы увидели картину. Картину нас запугавшего, честно вам говорю. Вот сейчас, Валерий Морежнатор, вопрос. Не видите кризиса? А что считать кризисами? Нет, это не кризисно. А я скажу, что кризисно. 40-50% детей наших находятся в злоне риска. И это в том случае, если мы как бы на что-то закрываем глаза. Мы протестировали в Московской области 100 тысяч обучающихся. Из них 70 тысяч школьников, старшеклассников и 30 тысяч, примерно, учащихся колледжей. Если я буду говорить о картине, которая у нас появилась в школах, вот там 40%. Мы там взяли три уровня. Низкий, средний и высокий уровень. Вот если бы я взяла низкий уровень в студию, то у меня бы получилось 80% в зоне риска. Кризисно или нет, как с вами это бывает? Я не знаю. Мне кажется, кризисно и очень кризисно. Понимаете, вот появились мишени, по которым нужно работать. Когда мы посмотрели вот эти три направления, мы видим проблему. 25% родителей употребляют алкоголь. Зависимо, алкоголь зависим, да? Небольшой процент алкоголь, если бы не с вами, то, по-моему, такая. Ранная сексуальная жизнь. Это вообще меня удивило. Я только не показывала. До 14 лет. 25%. А это о чем мы говорили у нас? Представляете, что у них комплекативные возможности у детей с вами? Они плохо общаются с другом. А если ты употребляешь, ты герой, ты все можешь, и тут появляются возможности общения, сексуальные отношения и так далее. Это у нас тоже очень. Дальше мы смотрим. Толерантность наших детей к тому региону, району, городу, где они живут. Когда мы спрашиваем, ты живешь в криминальном районе? Очень мало. По-моему, 6% отметили, что да, есть проблема. А когда стоял вопрос. Есть ли в твоем ближайшем окружении друзья, которые регулярно употребляют алкоголь, и регулярно пьют, и имеют проблемы с законом, 25%. Понимаете, какая толерантность? Как они спокойно реагируют на то, где они живут, и не считают это уже проблемой? Наспитание в семье. Это столько проблем. Вы знаете, там были предлагаемые ответы, и вот на стиле воспитания больше всего, на конгренадзе прилагалось ответов. И мы увидели страшных родителей. Родители не понимают, как нужно родителям вообще востыгать, что если они делают. Их социальная адаптация. Вы знаете, они ничего не могут, кроме того, где достать наркотики, и у кого попросить денег. Они не знают, как нужно жить, они не умеют планировать свой день. И так далее. Я вот знаете, могу перечислять, эти 19 вопросов, совсем немного, но они все погребли. И когда посетные анкеты были, как ты относишься к погреблению, как наркотиков, алкоголи и так далее, когда они понимают, что это где-то составлено для определения именно от этого направления, там они меньше-меньше, понимаете, да? А нас не этого добавало, а вынавало все, что было до этого. И мне это все увидели. И я собирала позору наших всех руководителей предприятий, психологов, социальных педагогов, и говорила, как нужно строить профилактическую работу. Как долго мы будем жить на больших комбинфестациях, на форумах, взятиях конференций, еще чего-то придумывать, ничего не даст. Вы знаете, мы уже были свидетелями, как огромная конференция с форума собирается, а дни бы расходятся, и сладкий запад на регуанле в округ идет. Понимаете, это бесполезно. Если не будем заниматься индивидуально, конкретно, камерно, ничего не получится. Поэтому я считаю, что эти анкеты не должны быть анонимными полностью. Они должны быть закодированные. Плоды должны быть доступны определенному ограниченному количеству людей, которые могут работать с этими людьми. И нам говорили, давайте выясним их в рисках. Как мы их выясним, когда средняя температура в больнице. И как мы их выясним. Когда вы сейчас говорите, мы подумали, что ничего не придумали. Я уже сравнила массы. Вы знаете, примерно одинаково здесь. Нельзя вынимать 8-й Б, в котором лучше, чем 9-й А. У них у всех плохо. И дальше что? И ничего не видно. И даже если мы дальнейшие работаем. В школе, к сожалению, один психолог на большое количество детей справиться конкретно он не может. Но у нас есть центры, в которых не можно помогать этим детям. Но тогда мы должны знать другую иска, с которой мы конкретно будем работать. У психологов есть инструментарий. Вы знаете, школьные психологи, даже и тело просто готовы, смогли качественно работать. Не получается. Ну и как бы не всегда очень квалифицированные психологи. Вы знаете, как выбирали психологов в школу? И так далее. То есть, вот здесь очень большие сомнения в правильности наших подходов. Если у них не сникли, то долго будем еще научиться. Ну, что вам еще сказать? Я вам могу сказать? Я вам могу сказать. Я вам могу сказать. Есть вопросы? Есть вопросы? Я вам могу сказать. Я вам могу сказать. Я вам могу сказать. Первое, это как вы предлагаете, если это будет не анонимное администрирование, обойти закон об информированном согласии и о том, что нельзя обрабатывать решение этих действий, что есть спецификациональный. Нельзя без согласия использовать ни у кого же человека, и будет без аноним. Как вы предлагаете обойти? Я считаю, что из них будут принадлежать решение сверху о том, что законодательный закон... Закон должен быть изменен? А, вот что? Нет. Не хотите, пожалуйста, если будет изменен закон, но он пока не изменен, мы должны работать без разрушений. Если мы будем все время работать в рамках, плохо придумываем закон... Нет, я не говорю. Мы будем делать это. Это не разрушение законов. Да, это не разрушение законов. Да, это не разрушение законов. Хорошо. Хорошо. Так, следующее, у меня какой-то вопрос, если можно. Ну, я не знаю, как, может быть, это автор, вы вообще не будете ответить, но, если честно, я не знаю, о возможном существовании инвентурии из 19 вопросов, Это скрипитовая ответа, это не инвентурия. Которая была бы в этом. В мире, я так бы, как надо, как и футбол. Я вам объясняю, что мы это сделали. Если у вас есть в голове, я думаю, что вы хотите сказать, что вы хотите сказать, что у такого центра, как наш, наверное, в России надо поискать. К нам никто ни разу не обратился. Хотя мы существуем. И я хочу сказать, разработать одну, один вопрос нельзя. Мы с вами работаем с детьми минимум три года. Значит, на первом году мы должны обменить, так как ответ у нас на втором уже будет на третьем день. Почему? Потому что если они будут на втором, то уже где-то три раза подряд отвечать. То есть, как мы вам уже все писали, мы больше делать этого не хотим. Это уже было скоро. Нам надо так изменить. Значит, оденеть результаты. Нам надо изменить опросов. И, может быть, это проанализировать. А мы пока ничего не можем. Вот в этом году мы делали много. В прошлом году мы вручную обрабатываем эти опеты. Это было очень тяжело. Сейчас мы сделали программную, я опять не знаю, попробую. Там 62 вопроса. На второй год. Но программную несколько лет мы можем использовать классы информатики и про диспекцию. Ну, это то, что я рассказываю про нас. А как будет мы, люди, зато посмачнее. Дадите методику, которую вы считаете удобно пользоваться. Я уверена, результаты будут будут. Ну, хорошо. Спасибо. Главное, такая, да, полностью. Она правильная. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Да, пожалуйста. У меня какие-то интересные вопросы. Первый вопрос будет. Нет, вы знаете, что вы называете? Да. Я вручную, ворота, 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 ворота. Я имею в виду Московскую область. Это территориально там находится. У нас там 30 посадочек есть. Да, да. Мы занимаемся в 2004 году. Мы занимаемся в 2005 году, в 2002 году. И, ну, чтобы вы задумали вопросы, у меня в следующий раз. Основные, вы понимаете, вы скидываете еще основные вопросы, вопросы собирающие, которые... Ну, вы знаете, я сейчас вам могу назвать, могу, могу рассказать, могу не все это сказать. Я вам только хочу сказать следующее. Почему я называю медицинским это сделано? Потому что это проводят только медики на биологические исследования, когда мы проводим социально-психологическое исследование, медики не участвовали. Когда мы разрабатывали опросик, вот этот, который очень сомневается, там мы создавали рабочую группу. В эту работу вошли медики, вошли представители образования, о том, что сомневаться в том, что я не контролирую, а не страдать. Вместе с тем, как мы сомневаемся. Вместе с тем, как мы сомневаемся. Я понимаю, что вы можете просто с вашей позиции выразить, а как у вас диалог, вы можете сниматься на дорогу, в Агенте, тут еще. Мы много тоже хотим что-то сказать. Мы действительно находимся в районе в поселке Акзаровский, но мы работаем не в Люберцах, а в области Московской области. Поэтому вот эти 30 тысяч и 70 тысяч – это вся Московская область, которую мы в этом году брали на социально-технологическое исследование. Поэтому вот такие варианты. А если вас интересуют конфеты, я вам ее вообще могу искать. И 62, и если вы хотите посмотреть пронезию. Рабочая группа была создана, но мы ее подтвердили в Московской области. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Отличие. А то, что наши педагоги все-таки не всегда готовы работать с адекциями, которые больше принимают врачи, докологи, психологи и так далее. Иногда трудно педагогу выявить вот эту проблему. Мы говорим сейчас именно об этой проблеме. Вот здесь нужна помощь педагогу. Мы ведем предсвидетельскую работу. Действуем во всем организационным учреждениям. Учим симптомы, профильм и так далее. Необходимыми действиями в том, что мы делаем в этом случае. Но все равно это умало. Некоторые педагоги не понимают. Не мать врача. Я учу физику. У меня класс прекрасен. Четверок и петзорок. Как вам нужно? Качество здорово хорошее. И так далее. А вот заниматься выявлением у него врубленного состояния. Это моя работа. И так относятся немало группы педагогов, которые считают свою задачу именно учреждения своего предмета. Я знаю, что это работает. Я знаю, что это работает. Я не знаю. Я это работаю самим делать. Вам нужно проводить тестирование, для того чтобы вы любите ребенка. Имеет проблемы или нет. И вы можете, знаете, в принципе, знать конкретного ребенка, знаете, как правильно с ним и быстрее их работать. И почему нужно это тестирование, анкетирование, психологический план? Мне кажется, нужно просто хорошего того, который любит детей, знает и хочет, чтобы у них было все нормально. Ну, соответственно, это хорошо, когда это не уместит. Но сзади психологических исследований, где выводится, очень даже поможет и администрации образовательного учреждения, не проведущая функция для администрации, а не для работы педагога. Анкетирование, как не сгонят, для администрации. Пожалуйста, давайте скажем вопрос. Это для работы, по профилактике. Именно это. Это мужелизм. У нас формат. У нас сердце будет, как мы будем встать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что, и тогда у нас сверха Анатолия Александровна, как в СССР, Московского Альбома. Все? Пожалуйста. Еще просто новое. Работал с конституентом на технике. Я не могу сказать, что я не могу сказать. В этом полице, что в СССР, Московского государства, в СССР, Московского государства, в СССР, Московского государства, в СССР. Спасибо большое. И самое главное, это приятно, что у нас есть одна новая лица, потому что, наверное, вот те люди, которые здесь разведят, что мы немного описывали о церкви власти, а все как-то вещества, наверное, в 10-м году мы говорим о церкви власти и независимости, но мы никогда не двигаемся. Мы можем с куда-то двигались, но то, что зрение реализации психологических действий, это вот не происходит. Но не происходит, к сожалению, не только такая вещь, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Я понимаю, что я должен заниматься, но вы что-то придумали ответственность, а вы не планируете это делать. Если делать ответственность, то такие, я разрабатываю подслуживание, подслуживание. Спасибо. 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 Давайте уточним сегодняшний фактор риска, который существует в том или ином контексте, в том или ином классе, для этого сейчас отрабатывается крупный большой психологический тест, потому что они меняются, они усложняются. И действительно для каждого года, для каждого класса могут говорить, ну давайте умеем минуту дебютантом, и давайте найдем внутри, который смогли бы жить в этом дебютанте. И тогда это могут сделать все кори, которые, к сожалению, не сокращаются, и которые должны быть лучше, и это могут делать всякие недобороны, которые должны быть найдены в время, и которые надо учить. Но существует в классе тематических путешествий. В том числе у нас, в Университете, вы видите МГСУ, вы видите на сайте наших университетов, и отвергать, вы видите ответвление о том числе и тематическом путешествии по программам, и обеспечить всех людей, и они могут быть учительными проводятся. Но важнее, что вы будете нашли в время и нашли на севаст. Мой опыт изучения этого вопроса в Соединенных Штатах в Европе говорит о том, что чаще всего, и группы инвестированные, конечно, зарплаты. По разным, которые в Соединенных Штатах поставлено в одном из Кантонов. Учисляя обучают зарплату, а в одном из Кантонов, в одном из Кантонов. В Санкт-Петербурге и Абсолютах, в Украине, в Соколе, где они прошли обучение по проделанству, и проходят в Украине, в Украине, в Украине, проводят эти программы. Вот в эти центры обучения технологических программ, так, то мы не обучились. Потому что я сам поединю и свои заработные планы для того, чтобы лучшим обеспечить себе друг друга в другом. Ну, везде вопросы решаются по-разному. Но, если говорить вообще о… Я бы вообще не сказала, что я не говорила о материи, я бы говорила об уровне. Сегодня, как и на нашем сезоне, подключено в уровне университетов. Когда мы говорим о выявлении факторов употреблений, когда мы говорим о том, что те же не будут цельные биллианты, начинают биллианты со статусом, систематические, тихоактивные вещества. И мы используем уже давно заработанные стратегии, практики инвестиционного консультирования молодых людей по изменению повредения, консультирование семьи, консультирование их для того, чтобы лечить, лечить. Такое дело, что с построением, мы в форме центра, а рядом и рядом у них, в центрах, очень мало имеется в виду адресового центра. А если вы могли бы служить в социальных центрах, кроме инвестиционно-напрошенных ребят, когда мы с акутируем, принимаем решение о том, что да, то есть так, что я не взяла латвое услышание, и здесь уже нужны посадки, учреждения миссинские, атаки цивы облоков-чашковых сущих веществ. Мы без космонавных сетях с кучей. И здесь у меня такая дем workouts, но мы уже прошли, как раз, Это одна история, которая ползает вперед. И сейчас это разумеется. Говорят, что это не будет. Второе. Первое. Поэтому коллеги обращаются. Кстати, мы нашли одну одну машину, я думаю, что мы сейчас заняли себя разно. Во-вторых, я приветствовала то, что у нас как право оборудование, если она помогает надежно, и в принципе нужны какие-то серьезные организационные решения, чтобы дать возможность быстро проводиться в плане, в плане, в другую. Вот это не просто. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо. У нас записался господин Дарья Краснов, он есть здесь. Когда снова входило, извиняюсь, заведующий администрации, генеральный медицинский сервис и рейтинский сервис. Я рейтинга, как будто бы не здравая Россия. Так. А у нас Андрей Анатольевича, это очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.